Итак, напомню, что мы продолжаем уроки Клина, и у нас уроки Клина для тех, кто собирается свою картинку делать более чистой, более аккуратной, то есть, как сказать, более приближенному к идеалу. То есть, те люди, кому надо просто быстро-быстро перевести какую-то магу, вот эти уроки могут уже больше не смотреть, могут стать какие-то другие уроки, допустим, по тайпу, по переводу, там, не знаю, может, просто для интереса могут посмотреть эти видяшки, но, в принципе, почистить черненько, почистить беленько вы можете, как я показывала на предыдущем уроке или на позапредыдущем. Короче, когда я уровнями чистила черное-белое, просто-напросто бегунок это тащила, да, когда перетемняли там какие-то места, то, в принципе, вот это вот для минимальной чистки вполне сойдет. То есть, дальше, которые уроки сейчас идут, это для тех, кто хочет реально более круто свои навыки развивать, ну, вообще в фотошопе и так далее. Так вот, значит, что мы тут делаем? Для того, чтобы почистить черненько, нам еще можно воспользоваться такой штукой, как усиление резкости. Для чего эта штука нужна? Значит, до этого мы делали следующим образом. Мы брали цветовой диапазон черненького, разброс пускай будет 32, кликали ОК, и инструментом затемнения затемняли те области, которые нам этот цветовой диапазон выделил. То есть, вот эти вот волосы, вот эта вот рубашка, да. При этом вот эти вот серенькие наши полоски, вот эти линии, он не затрагивал никак. То есть, затронулись только волосы, затронулась только рубашка. То есть, лишнего мы ничего не взяли. Убираем выделение, смотрим, что получилось. Здесь у нас черненькое, здесь черненькое, здесь у нас серенькое. Хорошо, казалось бы. Но, если мы сравним с оригиналом, то мы видим, что вот этот вот цвет, он был на том же самом как бы уровне, что и вот этот цвет. То есть, что вот это было черное для нашего взгляда, да. Что это было черное для нашего взгляда. То есть, для нашего глаза вот этот оттенок и этот оттенок были одинаковыми раньше. Когда мы сделали вот этот цветовой диапазон, то теперь вот это чисто черная для нашего взгляда, а вот эти полоски стали для нас серыми, более тусклыми. И когда мы видим более тусклые цвета, они как бы уходят на задний план, они становятся не такими важными, как были до этого. То есть до этого у нас было как бы все одного и того же оттенка, вот этого, да, а мы сделали вот этим затемнением так, что вот это стало более важно, чем вот эти полоски. То есть я надеюсь, вы понимаете, к чему я клоню, да, то, что мы изменили целостность картинки, теперь вот эти полоски не такие важными стали, как были до этого. Так вот, чтобы такого не происходило, нужно, ну, можно, не нужно, а можно сделать такую штуку, как контурную резкость. Есть такая штука, штука, как фильтр. Секундочку, сделаем дубликат слоя. Окей. Есть такой фильтр в резкость, усиление резкости, контурная резкость. Она, эта контурная резкость, она как бы увеличивает резкость между одним цветом и другим цветом. Особенно, если эти цвета довольно-таки контрастные. У нас в манге цвета только контрастные. У нас цвет чёрный, у нас цвет белый. Это, по идее, самые контрастные цвета, которые вообще существуют в мире, да? Чёрные и беленькие. Хотя говорят, что чёрные и белые – это вообще не цвета, а просто отсутствие или присутствие света. Ну, не будем сейчас об этом. Так вот, значит, какие цифры тут нужно выставить? Цифры выставлять нужно на своё усмотрение, потому что каждый скан разный. И, соответственно, цифры должны быть тоже разные. Важные цифры здесь – это вот эффект и радиус. Эффект – это как, насколько чётче должна быть, должен быть наш переход, ну, насколько резче должна быть картинка. Чем больше резкость, тем, конечно же, хуже, да? Вы сами понимаете, то, что перебарщивать не нужно. А радиус – это как, какая толщина должна быть этой нашей границы. Один пиксель должна быть граница, или же это должна быть граница в 423 пикселя, да? Ну, сколько тут максимум? Тысяча пикселей максимум стоит у меня, да? Вот, значит, опять-таки, сильно много брать не нужно. Буквально там два, может, даже три пикселя будет достаточно, в принципе. То есть, смотрите, вот эти наши полоски, допустим, давайте пока что выключим. Смотрим, вот эти полоски у нас, сколько тут пикселей? Секундочку, где тут у нас инструмент? Ну, вот, вот полоса, и буквально один пиксель в эту сторону, один пиксель в эту сторону. То есть, буквально толщина 3 пикселя. То есть, больше 3 пикселей нам полоски не особо и не нужны. Кликаем снова фильтр, усиление резкости, контурная резкость. Радиус делаем 2, давайте 2,8 пикселя. Эффект давайте побольше сделаем, чтобы видно было хоть что-то, да? Вот так вот. Смотрим, до и после. Как видите, наши серые полоски становятся тоже более четкими, более яркими и более черненькими. То есть, при этом, как бы, нужно опять-таки слить за моментами, где у нас есть оттенки серого, где у нас такие переходы очень жесткие, да? Чтобы у нас не потерялись нужные нам детальки. Смотрим еще разок. Фу, сегодня резкость. Так, сколько я сказала? 2 с чем-то, давайте так вот делаем. 2,5. И смотрим по процентикам резкости. Так. Ну, вот так вот круче выглядит, да? Да. То есть, полоски стали более черненькими. И, да. И при этом у нас детали наши, оттенки серенькие, никуда не попали. Эдогезия, в принципе, она отменяет наш эффект. Честно говоря, я до сих пор не понимаю, зачем эта эдогезия здесь нужна. Потому что мы как бы увеличиваем эффект, и когда мы увеличиваем эдогезию, то у нас эффект уменьшается. То есть, как бы одно другое перекрывает. Я честно не понимаю, зачем эта эдогезия тут нужна. Возможно, я просто-напросто еще не настолько продвинутый профи в этом фотошопе, чтобы понять, для чего эта эдогезия нужна. Эдогезия, она как бы это сглаживание. То есть, мы эффектом усиливаем резкость, а эдогезии мы сглаживаем редкость. Зачем? Непонятно. В общем, да, нашли, допустим, наши нужные цифры. Давайте чуть поменьше, наверное, сделаем. Вот так вот. Вот. Окей. И смотрим, как у нас получилось. То есть, до этого у нас были вот такие вот серенькие полоски. Сейчас стали более черненькие, более такие яркие полоски. Теперь мы можем сделать в отделении цветовой диапазон наш черненький цвет. Окей. И его снова затемняем. Секундочку. Затемняем. Затемняйся. Все, затемняйся. Ctrl-D убираем резкость, разделение. Смотрим, что было, что стало. То есть, как бы теперь у нас затемнилось не только... Теперь мы затемнили не только наши волосы, да, но еще и вот этот оттенок тоже затемнился. То есть, как бы пропорционально изменилась вся картинка. То есть, не только черные куски, но и полосочки мелкие тоже. Так что вот, пользуйтесь на здоровьем. Вещь довольно-таки хорошая, полезная. Но опять-таки, не всем нужная. Так что смотрите на свое усмотрение. Применяйте ее на свое усмотрение. Спасибо за внимание. Всем счастливо. Я постоянно говорю вместо изогелия и догезия. Почему? Не знаю. Для чего вообще такое сложное название придумали? Для чего вообще эту штуку тут придумали? Зачем она вообще тут нужна изогелия? Господи.